Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики канала Политека, приветствую всех вас, меня зовут Вадим Герасимович, сегодня у нас на календаре 1 ноября, киевское время 19 часов, это прямой эфир и наш очередной стрим вместе с политологом Руслан Бортник, вместе с нами, Руслан, здравствуйте, очень рад вас видеть. Да, приветствую, Вадим, это взаимно. Много событий и предлагаю начать с достаточно интересной, но, пожалуй, все же ожидаемой новости. Бывший внештатный советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович намерен баллотироваться на пост президента Украины на следующих президентских выборах, дата которых пока неизвестна из-за войны, из-за военного положения. Ранее он опубликовал и свою предвыборную программу, о ее содержании, о пунктах этой программы мы с вами поговорим. Но, знаете, есть такое ощущение у меня, по крайней мере, что что-то начинается, что-то затевается, какой-то грандиозный шухер. Появляется статья Сеймона Шустера в «Тайм», о ней мы с вами поговорим. Затем вот реакция на эту статью со стороны того же Арестовича и очень интересно Данилову. Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, ее прокомментировал. Вот давайте поговорим о ваших ощущениях. Ну и, конечно же, интересен и взгляд, и политологический анализ на многие процессы, которые мы в рамках сегодняшнего прямого эфира будем обсуждать. Вам слово. Ну смотрите, да, действительно, сегодня Арестович заявил о том, что он будет баллотироваться в президенты, но дело в том, что выборов уже президентских нет пока. И когда ближайшие выборы пройдут, мы не знаем. Поэтому или это такой элемент роуд-шоу, когда, знаете, что такое роуд-шоу, когда политики едут по стране, собирают деньги и поддержку. Демонстрация, публичная демонстрация амбиции для того, чтобы бизнесмены, не знаю, какие-то определенные круги уже сбрасывались в избирательную корзинку, уже формировали бюджет электоральный для Арестовича. Или это элемент игры не в президента, а в Гетмана. То есть кто-то считает, что власть в Украине будет изменена без выборов. А президентом будет называться тот человек, который будет руководить государством, не обязательно который будет избран всем обществом Украины на выборах. Следующий президент Украины может быть избран где-нибудь в парламенте. Вы так сразу, сходу, несколько сценариев предложили. Я могу еще, на самом деле, добавить. Я просто говорю, что горизонт этого мышления политического, он шире. То есть не надо упираться в выборы, в диу, в голосование, что еще. Он намного шире может быть. Или, возможно, Арестовича используют. Кто? А кто его? Арестовича используют. Те люди, те элиты, при поддержке которых он сейчас находится, говорят, где-то там на Западе. Говорят, пишут, что он не в Украине. Я не знаю, я не могу это подтвердить или опровергнуть. Но о проезжении с его стороны я тоже не слышал. Используют для того, для чего и Линдси Грэмвис выходила с идеей проведения выборов в Украине. И Арестовича используют для усиления давления на Зеленского и его команду. Для изменения их поведения. Для изменения их позиции. Это не обязательно может быть связано. И не напрямую может быть связано даже с российско-украинской войной. Это может быть связано с позицией Зеленского по ЕС, по НАТО. По влиянию Зеленского на внутриполитические процессы многих стран. Мы это много раз обсуждали. Повторяться в этой части не буду. Поэтому тут есть версии. В любом случае Алексей делает прекрасное дело. Прекрасное дело, я считаю. С точки зрения политического консультанта он расширяет окно Вертона. Допустимости, что можно говорить, что можно делать. Он заполняет собой постепенно вот ту левую нишу, которая была пуста, которая была разгромлена. Он активизирует политические диалоги, дискурс в отношении многих важных вопросов. Хотя, если посмотреть некоторые вещи, его публикацию программы, то лучше промолчать, мне кажется. Потому что все же программа, которую сегодня опубликовал Арестович, она очень банальна. Крайне банальна. Его эфиры, его прямой диалог намного более интересен часто, нежели то, что он опубликовал в качестве своих предложений. Мне кажется, что над этим еще надо ему очень работать и не спешить прибивать свои тезисы к двери на банковой. Потому что еще ветром может все эти тезисы сорвать. Напомню, что это аллюзия на Лютера Мартина Кинга. На Лютера Кинга, прошу прощения. На Лютера Мартина, извините, заговариваюсь уже. Который в свое время начал таким образом реформацию в Европе. Вот так я эту ситуацию оцениваю. Посмотрим, вернется ли Арестович домой. Если вернется Арестович домой, что с ним будут делать, с Арестовичем дома? Не будет ли к нему применено каких-то мер силового воздействия? Потому что явно вопросов к нему со стороны некоторых представителей украинской власти накопилось. Мы видим высокую дискуссию между ним и Даниловым, сектором Совета национальной безопасности и обороны, например. И вполне возможно, что тут вопрос, что его нынешнее заявление о том, что он будет баллотироваться на выборах, оно не связано вообще с выборами. Оно связано с текущими политическими процессами, с текущей политической борьбой за кулисами публичной политики. Руслан, ну, понятное дело, что самое интересное, вкусное, сочное и важное как раз вот и происходит за кулисами мировой политики, геополитики. Но если будем исходить из того, что Алексей Арестович все же имеет президентские амбиции и хочет принимать участие в выборах за главный политический пост страны, насколько важно с точки зрения тех же политических технологий заявить первым о своих президентских амбициях? Но дело в том, что и в интервью к Гордону он намекал, что это чуть ли не мечта его детства, стать президентом Украины. И он не пойдет на президентские выборы, говорил он ранее, если мне память не изменяет, что если Зеленский будет участвовать в выборах. Но, правда, тогда ситуация была другой. По-моему, Арестович продолжал трудиться в должности нештатного, но все же советника руководителя офиса президента или же советника офиса президента. Вы знаете, это может и сыграть позитивную роль только тогда, когда ты знаешь дату выборов. Когда ты можешь, условно говоря, ты знаешь временной календарь выборов, знаешь, когда они пройдут. И ты спланировал до даты выборов проведение, реализацию определенной технологии политехнологической, электоральной технологии. Но я думаю, что сейчас не та история. Смотрите, я вам еще расскажу несколько баек, баек из склепа, из нашего закулисья. Я просто решил вам и поделиться, чтобы вы понимали, почему иногда наши политики действуют определенным образом. Вот сейчас депутатский корпус убежден, или не убежден, скажем, неправильно. В депутатском корпусе очень активно ходят слухи о том, что президент Украины Владимир Зеленский оставит свою должность весной. Как бы жертвой этих слухов не был Арестович, как бы вот эти его заявления не были связаны с такой самой оценкой или такой самой перспективой. Вопрос, почему оставит, который я ставлю с какой-то радостью. Президент Зеленский должен оставлять свой пост весной этой года. Следующего года я ставлю этот вопрос коллегам. Они говорят, ну, он, мол, скажет, что я устал, как бы, что вот меня недооценивают, что ситуация зашла в тупик, как бы, и вот я ухожу. Для меня этот слух выглядит пока что крайне маловероятным. Рассказывают, что Стефанчук будет исполняющим обязанности. Стефанчук проведет нас кривой дорогой к миру. Вот это одна байка, которая очень активно ходит в депутатском корпусе. Интересно, такой сценарий в депутатском корпусе придумали после какой рюмки? Я не знаю, была ли тут рюмка или что-то более тяжелое, как бы, но, возможно, это просто, знаете, попытка выдать желаемое за действительное. Хотя это говорят люди, которые, ну, являются частью власти. Это не говорит оппозицию. Ради давно уже ходят слухи о том, что даже уже определена и дата президентских выборов, это 31 марта. Ну, да, более того, эти слухи даже в Конституцию записаны. Но мы же не знаем, сработает ли Конституция и в этот раз. Она уже не сработала в конце октября в отношении парламентских выборов. Посмотрим. Поэтому это еще может быть один мотив. Может быть, часть кругово специально разгоняет этот слух тоже как элемент давления на офис президента, как элемент ослабления самого Зеленского. Потому что люди слышат этот слух, люди думают, ага, может такое случится. Значит, вот если уже какой-то будет там приказ неудобный, может быть, я и не буду его выполнять. Понимаете? Сама вертикаль в этой части ослабевает. И, кроме того, если рассматривать шансы Арестовича на избрание, давайте посмотрим, как бы, правде в глаза, они в нынешней инерции, они мизерны. То есть я при нынешней системе координат, в нынешнем политическом балансе, то есть шансы, там, не знаю, даже у Залужного Кличка или Петра Порошенко, я уже не говорю о действующем президенте, уровень поддержки которого все равно сохраняется очень высоким, где-то в районе 70% доверия, и в районе 35-45% электоральный рейтинг сегодня Зеленского. Я там говорю цифру, которой нет в публике. Вот где-то в районе, вот столько за него готовы голосовать. Выбор как трамплинг, парламентский выбор как самостоятельному. Не только Зеленскому, но и тем кандидатом, кого я назвал, скорее всего, Арестович будет проигрывать. Поэтому только при смене, наверное, поля битвы, при смене общей атмосферы, температуры, вот этой глобальной, энвайромента, окружающей среды, Арестович может победить. У него может появиться шанс на победу. Именно поэтому мы видим возможность с его стороны такую риторику о том, что вот мы согласны на план Киссинджера, как бы мы согласны, берите нас НАТО срочно, мы требуем взять нас НАТО, но мы больше не будем отвоевывать территории. Такая модель означала бы смену политической температуры в Украине, кардинальную смену политической конвентуры. И тогда смена давала бы Арестовичу и некоторым другим шансам, другим кандидатам шансы, которых у них сегодня пока что нет. Руслан, я перефразирую, вот если же говорить о программе Арестовича, насколько сейчас в украинском обществе есть спрос на те идеи, о которых говорит и пишет сам Арестович? Они банальны, эти идеи. Некоторые из них инфантильны. Они не вызывают эмоциональной реакции. Вот там нет той новизны, которую, в принципе, несет сам Арестович часто, когда выступает в эфирах. Вот он готов расширять рамки дозволенного. Он готов сказать резкие вещи, неожиданные. Вещи, о которых много кто только думает. Он готов их говорить. А программа, такое впечатление, что она не им писалась, а его помощникам. То есть она травоядная, эта программа. Но вы же, приятно, знаете вот эту истину. Зачем пишут политики программу партии для участия в выборах в Верховный Совет и политики, которые претендуют на наивысший пост президента? Потому что это необходимо для того, чтобы зарегистрироваться. Это условия Центральной избирательной комиссии. Ну так ЦИП пока не принимайте их заявок. А уже ты набор пунктов обнародовал, за которые тебя будут дергать все время до выборов. Напоминать, что ты уже обещал, ты же собирался и все такое. Ну, я думаю, что мы, условно говоря, написали бы намного лучше, ярче и заметнее. Сегодня бы обсуждали бы не Арестовича, обсуждали бы именно его программу. А так и обсуждать что-то сложно, по большому счету. Кроме выпада в сторону Киссинджера. Руслан, а согласились бы бороться с Арестовичем один на один, спрашивает вас, один из наших зрителей. Только я не могу понять, а вот в каком статусе бороться. Смотрите, я занимаюсь футболом, согласен. Недавно читал интервью Андрея Ермольника, как он рассказывал, как его один болельщик достал. И он его обыграл во дворе. Что-то похожее, я согласен. Что касается дебатов, тоже было бы интересно, наверное. Хотя мы находимся в разных вселенах сегодня. Я сегодня же эксперт, а Арестович политик. Мы должны понимать, что у меня есть много чего недопустим. У меня много красных линий. А у него они не красные, у него есть синие. Потому что он существует в другой вселенной. Как вы думаете, вот там, на Банковой, как отреагируют на заявление Арестовича, баллотироваться на постпрезидента? Ну, я не удивлюсь, если мы завтра узнаем, что Арестович уже не гражданин Украины. И об этом мы узнаем благодаря изданию Тайм? Нет, скорее всего, об этом мы узнаем где-нибудь, благодаря какой-нибудь сливу украинской правды. То есть, если Арестовича будут считать опасностью, то эту опасность без какого-либо сомнения и сожаления ликвидируют. Руслан, ну да, действительно. Помните, в свое время в 2018 году в радикальной партии Ляшка был такой депутат Артеменко, который вместе с одним очень известным украинским аналитическим центром, не нашим, они написали мирный план, который был не в тему, не вовремя еще. Потом оказалось, что Артеменко вообще не гражданин Украины, и вся история для него закончилась достаточно грустно. Вы знаете, я спрашивал у людей, тоже знающих другие части пазлов этих политических. Я когда-то им ставил вопрос, а почему Арестович ведет себя таким образом? Он чувствует себя бессмертным, он имеет какие-то гарантии безопасности от кого-то. Ну и они все практически хором отвечают, что это самодеятельность с расчетом на определенные психологические особенности президента его команды, которые Арестович прекрасно знает, работая с ними. И сам Арестович очень все же хорошо начительный человек, оригинальный и нетривиально мыслящий. Вот это типа самодеятельная вот такая игра, хотя я знаю, ну тоже говорят, достаточно обоснованно говорят, что эта игра поддерживается другими игроками, стимулируется даже, содействуется этой. Но говорить о том, что там, в связи с того, что условно говоря Арестович и пользуется поддержкой хотя бы части западных элит в этом своем походе, в этой своей атаке, ну пока что таких свидетельств мы тоже не нашли. Но ходят слухи, что президент Зеленский был очень злой, когда... Да, это писали издания. То есть он же поехал вместе с ним, там, в рамках делегации высадки. Он не поехал вместе с ним, он поехал едва ли не вместо президента. Потому что параллельно много кто, кто встречался с президентом, их советники, их консультанты встречались параллельно с Арестовичем, формировали параллельную реальность на эти встречи. А поскольку сам визит в США оказался не столь успешным, было много проблем во время этого визита. Ну, Арестович стал удобной целью, на которой все показали пальцами из окружения Зеленского коллеги. Это из-за него от нас это не получилось. Потому что он там... Нашли крайнего, да? Сразу нашли крайнего. Да, он там за спиной наговаривает. Вот эти люди в полосатых купальниках... Помним эту историю, да. Вот они виноваты. Ну, я не знаю, насколько виноваты люди в полосатых купальниках. Многие из них делают хорошие для нашей страны, я уверен. Но вот такое понимание в команде президента. Хорошо, Руслан. Ну, смотря какой цвет этих самых полосатых купальников, все же не на шутку всколыхнуло, взбудоражило информационное пространство. Вот эта статья Саймона Шустера в «Тайм», в которой идет речь о проблемах, с которыми лично столкнулся Зеленский во время войны, начиная от ситуации на фронте, международной поддержки, заканчивая борьбой с коррупцией. Ну, одни говорят, что ничего сверхъестественного сенсационного в этой статье, в этом материале нет. Алексей Даниилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, наоборот, сказал о том, что это вообще какие-то небылицы, и призвал органы дать ответ, что же это за анонимы в окружении Зеленского, которые не верят в победу, но находятся рядом с президентом. Ну, я напомню, что автор статьи ссылается на анонимных источников, на советников Зеленского в окружении главы государства, которые, собственно, и рассказывали о той внутренней кухне, о той ситуации, которая нынче царит на банковой. Что-то вас удивило в этом материале? Ну, во-первых, список этих анонимов прекрасно известен. Я не буду называть фамилии, но, скажем так, это один очень известный телеведущий, это один очень известный экс-советник руководства Офиса Президента, это три руководителя действующих разного уровня самого Офиса Президента, это один вице-премьер, это два олигарха, и это еще одна антикоррупционная активистка очень известная. Я могу только обратиться к нашим зрителям, прямой трансляции, вот ваше предположение, кто эти люди? Пишите их фамилии у нас в чате. Ну, как бы, ну, так говорят за кулисами. Дело в том, что Саймон говорил со многими, но информацию и сам материал сформировал под своим углом, со своей точкой зрения, безусловно. Самое худшее в том материале, что есть, это даже не описание каких-то то, что военные там не слушаются, под горловку не ходили, или даже проблемы с коррупцией и всего остального. Самое худшее, это попытка снова же таки выставить президента Украины как человека не совсем адекватного. Это не первая попытка в американских медиа. Сказали, что он живет в плену собственных иллюзий. Мессианство. Да, что он ведет себя как мессия, живет в плену собственных иллюзий. Это прямой путь сначала к уменьшению влияния авторитета и популярности Зеленского на Западе, что косвенно будет иметь дефект уменьшения поддержки Украины обязательно. Ну и в целом это формирование такого эмоционального образа анархии, коррупции, анархии, безнадеги, что ли, в отношении того, как дальше будет развиваться война и события вокруг Украины. И это ситуация, когда в США решаются выборы, решаются выборы спикера в тот момент, Палаты представителей, решается судьба, будущая судьба президентства Байдена, который и привел Украину к этой точке, по большому счету. И решается судьба, конечно, финансирования поддержки Украины. Это после того, как вышла похожая публикация на Нью-Йоркере со своим набором проблем и требований, и высказываний в отношении Украины. Понимаете, можно, сам Тайм явно не пророссийское издание. Очень сбалансированное и очень авторитетное издание. Саймон Шустер много работал, в том числе и по России, там еще можно искать какие-то связи. Но то, что редакция пропускает эти материалы системно, ключевых американских медиа, говорит о том, что настроение само поменялось. Само настроение, сам ветер поменялось в американском мистер-мешминке. И да, тут необходимо не искать, кто же эти анонимы, показывая друг друг друга пальцем в этой ситуации. А тут необходимо повышать эффективность госуправления и доказывать нашим западным партнерам выгоду, бенефит сотрудничества с нами. Потому что мы им очень дорого обходимся. Только прямой помощи на 250 миллиардов приблизительно, не считая тех потерь, которые понесли западные экономики от санкций, а они измеряются скорее уже триллионами из-за роста цен на энергоносители и все остальное. Поэтому тут необходимо менять подход и немножечко по-другому смотреть на эти вещи. Не искать врагов внутри и вокруг. Западная приставка о нас еще и не такое будет писать. Поверьте, и там Шустер снова тот же анонсировал новые серии публикаций по Украине. Нам необходимо реагировать не на них, а реагировать на наше внутреннее состояние. То есть, пожалуй, Руслан, какой вывод мы можем сделать? Что вот это содержание этой статьи как раз вот и может отвечать или даже отвечает тому состоянию, той атмосфере действительности, в которой находится украинская власть и в общем ситуация? Я бы сказал, что там много эмоций и много темных красок в этой статье. То есть, сгущает Саймон краски? Да. Ситуация, возможно, не хуже и не лучше. Возможно, даже она хуже. Но, насколько и я знаю, в офисе президента нет таких настроений, вот общих таких настроений, которые описываются сегодня Саймоном Шустером. И вопрос не в том, что это надежда, не надежда. Вопрос не в том, что они хорошие или плохие, храбрые или нехрабрые. В отношении храбрости наших элит тоже тут можно долго рассказывать. И обсуждать, почему офис не эвакуировался, кого он ждал в Киеве. Долго можно обсуждать. Но вопрос тут в другом. Вопрос в том, что, понимаете, эти люди, которые работают сегодня в офисе президента, сам президент, эти люди уже являются определенными иконами на Западе. Даже если случится какая-то катастрофа для страны, сами по себе они уже часть западного мира. Им, по большому счету, лично ничего не угрожает, их ожидает слава и другие коридоры за рубежом. Поэтому говорить о том, что там какой-то преобладает пессимизм, люди едва ли там не вешаются на каждом угле в офисе президента, мне кажется, это умышленная такая игра с красками. Я думаю, что главной целью этой публикации был даже не Зеленский. Главной целью этой публикации, снова же таки, был Байден. Задача была показать провальность политика Байдена по Украине. Что проект Украина, проект эпохи Байдена, что он пришел вот к такому состоянию. Военные не слушаются, внутри коррупции крадут, как никогда не крали раньше. Президент живет в своем вымышленном мире и неадекватно воспринимает ситуацию. Ситуация на фронте нехорошая, ну и все такое же. И это все Байден. На ваш взгляд, вот эта публикация дала определенную почву для представителей республиканской партии выкатить или выдвинуть ультиматум Джозефу Байдену, который состоит из 12 пунктов. Да, из 12 пунктов, причем это даже не ультиматум, это даже что-то хуже. Вы подняли тему, у которой две важнейшие темы, наверное, последних дней. Это первый отчет Государственной счетной палаты Украины, в том числе отчет по анализу издержек Министерства обороны. И там этого отчета хватит на десяток уголовных антикоррупционных дел. Десяток хватит. И второе, вот это письмо одного из республиканцев в отношении Белый дом, в отношении того, какие требования выдвигают республиканцы для сохранения или для поддержки Украины. Единственное, что отмечу, что пока что вся республиканская партия за это не подписалась. Это пока что имеет статус письма одного из конгрессменов. Но набор пунктов там очень символичен, очень как бы очень небинарен. Ну вот давайте первый пункт озвучим и обсудим. Зеленский и Баден должны предоставить конгрессу четкую стратегию победы. Слова «мы с вами пока не победим» не являются такой стратегией. Что такое победа, проще говоря? Да, они должны сказать, что такое победа, как они ее должны и когда достигнуть, какие ресурсы для этого необходимы. Они должны сформировать план, определить в этом плане KPI, ну как в бизнес-плане, показатели, за которые сначала за сам план с Байдена сдерут политическую шкуру. Потому что если этот план будет очень, скажем, такой, ну условно говоря, он будет предусматривать освобождение Крыма, освобождение всех оккупированных территорий, то это означает новый виток эскалации с Россией во время выборов, которое тоже будет иметь негативные последствия для Байдена. Если он будет без этого, то это означает будет сдачу, не знаю, там, капитуляцию, не капитуляцию, но сдачу интересам Украины в угоду России. Это означает коллаборационизм с Россией. Понимаете? Если четко прописать конкретный план, и что такое победа, почему до сих пор это не прописано? Это все остается зоной гибкого политического, геополитического маневрирования между Россией и США, которое будет определять, что такое взаимная победа или взаимные поражения, исходя из военно-политической конвентуры на тот или иной момент. А мы для себя здесь, в Украине, сформировали понимание, общее видение и ответ на вопрос, есть что такое победа? Мы пока что понимаем, что такое непоражение. Вот ответ на вопрос, что такое непоражение, Украина сформировала, приблизительно 60-70% украинцев сегодня выступают за замораживание, фактически войны. То есть для нас то, что страна сохранилась, это уже не поражение, как минимум. А тут еще российская Левада-центр публикует результат соцопроса, согласно которому треть россиян, 70% не против, чтобы Путин прекратил войну в течение нескольких дней. Не против даже вернуть Украине оккупированные территории. Хотя мы видим, что большинство, там около 60%, продолжает достаивать на том, что война продолжится. Давайте по этим пунктам пройдемся, они очень важные. Смотрите, выставить КПА, это означает постоянно тоже атаковать Байдена, поэтапно, за каждый доллар, за каждый цент, на каждом этапе. Поэтому это нереалистичные требования. Нереалистичные требования. Больше того, там есть еще очень интересные пассажи, я сейчас быстренько по ним пробегусь, чтобы мы их анализировали. Бессрочная и уличная финансовая поддержка военных действий со стороны Конгресса без какой-либо намеренной стратегии или прогнозируемого пути к переговорам сигнал тревоги. Так, Руслан. Вы немного зависли, да, но все нормально. Все нормально, хорошо. Как только начали говорить серьезные вещи, сразу зависание. Поэтому стратегически между демократами и республиканцами еще одна разница. Демократы говорят, мы будем поддерживать бесконечно, демократы говорят, нет. Конкретный план, конкретная дата, конкретные этапы, конкретный КПА на каждом этапе. Дальше. Война в Украине для США подорожала, несмотря на то, что продвижение замедлилось по сравнению с 2022 годом. Представлять оружие, обратите внимание, нужно для победы, а не для ничьей, поскольку Россия готова играть в долгую. То есть республиканцы говорят, нет, слушайте, поиск вашего баланса с Россией, попытка не привести к ядерной эскалации, это ваша с ними игра. Наоборот, если мы честны и открыты, мы должны дать оружие Украине для победы. Это говорит этот республиканец. Он предлагает повысить ставки еще раз в этой игре. Дальше. Для большей эффективности поддержки нужно разделить гуманитарную и военную помощь Украине. Причем предоставление гуманитарной помощи и финансирование Украины, финансирование бюджета, всего остального. Предлагается положить, внимание на ЕС. ЕС должны этим заниматься. США должны заниматься только военным вопросом. Очень еще интересный пассаж, который показывает, насколько республиканцы пророссийская партия в США. Звучит он следующим образом. Заявление Путина об эскалации войны в случае отправки определенных видов вооружений оказались пустыми. А страх перед эскалацией привел к просчету и серьезным ненужным разрушениям в Украине в первые 9 месяцев войны. Республиканцы обвиняют Байдена в том, что он боялся и задерживал помощь. Из-за этого Украина страдала лишнее. А республиканцы, этот республиканец говорит прямо, что российские красные линии ничто. Ну, если идти честно дальше по этому нарративу. Но, и как и резюмируя, президент Байден и президент Зеленский должны предоставить США реальную победную стратегию, а не только заявлять о желании победить на словах. Вместе с тем, они должны очертить реальный ориентировочный ценник, ценник на основе этой стратегии. Американскую общественность необходимо регулярно информировать о прогрессе войны в Украине, о причинах нынешнего тупика. Оправдывайтесь, почему контр-раступление не получилось. Должны быть четкие обоснования того, какое оружие поможет достигнуть победы, а также, как уже отправленное оружие изменило траекторию войны. Руслан, там есть еще один очень интересный пункт. Дискуссия по операциям Украины в Крыму необходимо сделать публичными, а также относительно реалистичности возвращения Крыма Украины. Так может вообще все военные операции необходимо обсуждать где-то на Фокс-Ньюзе? Да, абсолютно, чтобы всем было понятно, что мы делаем, друзьями, врагам. Мы сейчас процитировали, процитировали это все. Также там требуются, напомню, полные санкции в отношении России в этом письме, абсолютные санкции. Буквально цитата. США и их союзники придерживались умеренного подхода к антироссийским санкциям. Из-за чего российская экономика смогла восстановиться за счет исключения в вопросах нефти, зерна и редкоземельных материалов. Поэтому США и все члены НАТО должны перейти к политике полных абсолютных санкций против России, включая всю нефть, все зерно, все редкоземельные материалы. То есть абсолютные... Это по поводу пророссийскости, опять же таки, по поводу пророссийскости и республиканской партии. Потому что, знаете, многие отождествляют республиканскую партию американскую с Дональдом Трампом, но это ошибочно. А может быть, понимаете, мы же с вами обсудили уже коротко это письмо, вы же видите, насколько оно выглядит сложным, нереалистичным с точки зрения реализации для Белого дома. Белый дом может сразу спровоцировать несколько кризисов дополнительных, энергетический, продовольственный, ядерный. Много кризисов, если послушать эти рекомендации. Поэтому, возможно, это письмо это просто определенный нереалистичный ультиматум для Белого дома для того, чтобы заблокировать выделение Украине помощи под псевдопатриотическим, ультрапатриотическим американским. Белому дому необходимо дать какой-то ответ на вот это письмо, на вот это обращение республиканцев. Наверное, да. И каким может быть ответ? Ну, что-то сделаем, что-то не сделаем, дискуссия продолжится, помощь не будет дальше выделяться. Видите, Белый дом, в свою очередь, пытается взять республиканцев в плен израильским вопросом. Понимая, насколько для республиканцев, особенно для Трампа, их окружения, важно поддержать Израиль, из Белого дома идут сигналы в отношении того, что если не будет помощи Украине, мы завитируем помощь Израилю. Ну так уже Майк Джонсон, не Борис Джонсон, а новый спикер Палаты представителей уже разделил помощь Израилю, помощь Украине. В Белом доме сказали о том, что мы это не поддерживаем, так и не будет. И вот появляется вот этот ультиматум. Вот какие вы видите дальнейшие перспективы? За помощь Израилю проголосуют, а по поводу пролонгации необходимой помощи Украине будут, если не проголосуют, я имею в виду, то будут оттягивать? Думаю, что помощь Израилю проголосуют, постоянный бюджет скорее всего тоже проголосуют, а потом будет длительный диалог в отношении украинской помощи, она будет раздроблена, не будет каких-то огромных пакетов, не будет 60 миллиардов. Ее будут дробить и каждое решение отдельно, знаете, по стаканчику, по стопке выделять Украине. Будет пару миллиардов, пару миллиардов, и каждый раз будут идти очень серьезные политический диалог. Целью этого диалога будет, с одной стороны, максимально выкрутить руки Байдена и показать, что он проваливается для республиканцев, с другой стороны, все же поддержать Украину на уровне, который не позволит России достигнуть коренного перелома, победы какой-то, пока вот эта борьба за президентский поддень завершится. При этом республиканцы могут быть, честно говоря, не против в отношении тактических проблем для Украины. Потому что все будут валить на Байдена, Авдеевку будут валить на Байдена, все будут валить на Байдена. Но вот стратегически России и республиканцы тоже не позволят побеждать, поэтому нас ожидает такой стопочный режим, когда нас будут по стопке эту помощь выделять каждый раз после серьезных дискуссий. Или администрация Байдена, может быть, найдет другой способ оказания помощи Украине. Обсуждается сегодня то, что на бюджетную помощь уже нельзя будет рассчитывать, но может быть принято решение оказания украинской помощи за счет замороженных российских активов. Может их начнут передавать, эти активы. Возможно, эту помощь возложат на союзников США и на международные организации. Больше начнет давать МВФ, Мировой банк, ну хотя бы на какой-то период. Это второй сценарий. Ну и третий сценарий. Иногда тяжело понять, где заканчивается американское государство, а начинается американский крупный бизнес. И, условно говоря, такие объединения мега-глобальные обвинения бизнеса, как там BlackRock и все остальные, потенциально способны обеспечивать бюджетные запросы Украины. Бюджетные запросы Украины, и поэтому это третий вариант, что Украина может на какой-то период выйти на рынки внешних заимствований, и ей, главное, там будет давать. За счет крупного западного бизнеса в условиях политической нестабильности в США. Поэтому тут еще как минимум три дополнительных трека есть, как этот вопрос решать. Если будет воля дальше воевать с Россией, это ключевой вопрос. Есть ли воля дальше воевать с Россией? Если воли дальше воевать с Россией и нет, а есть желание переключиться на другие треки какие-то, тогда будет много разных проблем, появляется технических проблем по многим направлениям, нам будет рассказывать о реформах, о коррупции и всем остальном, и все постепенно нас подталкивать к ситуации, когда мы будем вынуждены принимать унизительный какой-то мир и принимать какие-то чужие условия. Руслан, с точки зрения успешности, вы недавний визит Зеленского в США назвали неуспешным. Какие задачи предполагалось решить в рамках этой поездки? Что возможно получилось, а что совсем не получилось? Я назвал его не столь успешным, как рассчитывали в офисе президента, потому что рассчитывали получить новые большие пакеты военной помощи, а такамсы уже полетели в спину, когда мы уже вернулись, напомню, даже тогда этот вопрос не был решен. Рассчитывали получить безусловную поддержку США по интеграции Украины в ЕС и НАТО. Напомню, что в следующем году, в 2024 году саммит НАТО, тот, который в Вильнюсе в этом году происходил, пройдет в США. Пока даты нет, это интриг. Пока даты нет, но потенциально, условно говоря, у Байдена есть платформа, где можно было бы пролоббировать Украину с более удобных позиций. Рассчитывали на новые пакеты финансовой помощи и демонстрации знаков политической поддержки Зеленского. Что-то удалось получить в этой ситуации, но стратегические вопросы остались нерешены. Хорошо, вот в рамках оставшегося времени, на ваш взгляд, удастся решить какие-то стратегические вопросы? Далеко не все, но хотя бы один из самых важных стратегических вопросов, но беря во внимание, конечно же, ряд политических факторов, учитывая и вот эту де-факто стартовавшую президентскую кампанию Соединенных Штатов. С Байденом уже договориться на какие-то длинные вещи уже невозможно. Он уже президент скорого последнего года полномочий, поэтому уже будет невозможно, но в то же время надо понимать, что Байден в рамках своей избирательной кампании и его администрация могут быть более склонны к широким жестам. Тот же Нью-Йоркер, я давал ссылку, у нас есть на телеграм-канале, я бы разбирал, писал, что там Салливан, все остальные требовали мили от Байдена более решительных, быстрых действий по Украине, а Байден из-за того, что это политик опытный, взрослый уже очень, он всегда придерживался, он всегда перестраховывался. Возможно, уже в рамках избирательной кампании администрация Байдена будет более смелой и может пойти на какие-то решительные действия в отношении Украины. Ожидаем поставок тех же самых ЭП-16, может быть, что-то еще Украина получит, может быть, не остается до конца закрытым вопрос НАТО тоже, но надеется на системную помощь, на то, что мы снова за следующих полтора года получим 100 миллиардов американских денег наивно. То есть наивно мы уже не получим такие уровни поддержки из-за внутренней ситуации в США и близко. А нам, если честно говорить, мы получили от наших западных партнеров где-то 250 миллиардов долларов, от всех наших союзников партнеров, для того, чтобы нам планировать наступление на Крым или новое наступление на Юг, нам необходимо получить больше, процентов на 50 от того, что мы получили. Для того, чтобы подготовить в тылу новые резервы, вооружить их, эти резервы, обеспечить их всем, на время подготовки резервов удержать линию фронта, не прогибаясь под российскими наступлениями. Поэтому с этим будет сложно и действительно, скорее всего, более разумная наша стратегия ближайшего времени это как раз стратегическая оборона. Накопление этих резервов и ресурсов, которые у нас есть, которые нам еще приходят, и стратегическая оборона, потому что если последних полтора года мы жили в катастрофической стабильности, давайте так назовем, война, но были стабильные прогнозированные отношения с нашими партнерами, то сейчас мы будем жить в ближайший год в катастрофической нестабильности, непрогнозируемости, когда мы не можем прогнозировать отношения с нашими западными союзниками в части помощи. Вы знаете, вот у многих может сложиться такое мнение вот относительно тех выводов, которые вы сделали, что ну мы упустили время, мы упустили шансы, какие-то возможности, перспективы. Об этом напишет история, и знаете, я не люблю говорить, а если бы декабы, а может быть прошли по тонкой линии ядерной эскалации, кто его знает? Мы сегодня этого не знаем. Я вообще, Вадим, сейчас скажу такое, может быть, мнение, оно будет непопулярное, я считаю, не то, что непопулярное, оно разделяется обществом, это мнение в основном, но оно очень непопулярно у элит, это мнение сегодня. Я считаю, что сегодня вот на данный момент у нас лучшие за всю войну условия для начала переговоров, мирных переговоров, лучшие, они не идеальные, они хуже, чем были раньше до войны, но сегодня они лучшие, мы достигли пика возможностей, мы освободили максимальное количество своей территории за время войны сегодня, мы сохранили государство, мы имеем за нашей спиной альянс серьезных союзников, мы имеем какое-то будущее, и поэтому идеальные, лучшие условия за время войны для мира, лучшие условия для договариваться, потому что в будущем будет снова же таки нарастать стратегическая неопределенность для нас, и в будущем из-за этой стратегической неопределенности вопросы, которые стояли перед нашим государством в феврале 2022 года или в марте, вопросы, будем ли мы или не будем, снова могут стать остро, из-за снижения несистемности западной поддержки, сейчас мы на пике, Россия не на пике еще, мы на пике возможностей, сейчас время, вот это время наши вооруженные силы и наш народ выиграл для политиков, и это время, когда можно о чем-то говорить, когда выгодно о чем-то договариваться. Руслан, тогда давайте конкретизируем эти условия, на какие условия договариваться, потому что то, что говорит российская сторона, на условиях текущих, реалий, на земле, те территории, которые находятся под нашим контролем российским, мы их забираем, вот об этих условиях идет речь. если у вас кто-то на улице выхватит с рук телефон, он им, конечно, будет владеть, но он не может пользоваться, но он не будет владеть, вы же будете собственником этого предмета, правда же? так надо относиться за упрощение максимальное к тому, что происходит сегодня. Мы не признаем российский статус оккупированных украинских территорий. как Япония не признает, не знаю, там, Курилы, или США не признавал советский статус Балтики, Балтии, стран Балтии в свое время, понимаете? Но в то же время это не означает, что эти территории, если мы пойдем на какие-то переговоры, что эти территории будут российскими. Это просто означает, что этот вопрос мы переносим в политическую плоскость диалога. А на самом деле, если честно говорить, так между нами уже, нас тут не так много сегодня и смотрит людей, на самом деле мы переносим этот вопрос в историю. Потому что мы просто будем ждать изменений в России. Россия нестабильное государство, лидеры у нее не вечные. Рано или поздно Россия снова начнет в очередной раз меняться. А если вот некоторых почитать и послушать, так Путин уже в морозильной камере лежит? Ну, не знаю, причем это с таким если вы говорите о завелениях Соловья, причем я не только журналист украинской правды, правды там блоги писали, я смотрел даже на сайте, висят. Смотрите, с одной стороны, я думаю, что эмоция у нас может быть такая вот к ним немножечко юмористическая в этой части, потому что Путин умер, на самом деле, все же знают, что Путин умер в 2014 году. Соловей тогда еще об этом писал тоже. А все остальное это уже двойники, тройники, уже не важно. Но за этими заявлениями может быть и технологическая составляющая. Я посидел, подумал, и тут, знаете, тут может быть все очень непросто. Во-первых, может быть, кто-то пытался определить, где же Путин находится, чтобы он проявился в этой части. Во-вторых, может быть, это может быть игра каких-то западных спецслужб, и за тем же соловьем спокойно могут стоять с эти спецслужбы. С другой стороны, возможно, таким образом само окружение Путина тестировало новых пригожных, есть и желающие побороться в случае чего, чтобы... Это реакция, это то, о чем сказали в Главном управлении разведки, Министерство обороны Андрей Юсов выступал, и говорил о том, что, возможно, это часть одного какого-то сценария. Да. Возможно, это просто поддержание вот такого ощущения неуверенности какой-то, что напоминание о том, что Путин смертен, и он рано или поздно умрет, и вы себе не можете представить, что произойдет после этой смерти. Поэтому, с одной стороны, конечно, заявление абсолютно пустое, и кто-то читает, снимает, видит, но мне их просто жалко, они живут в мифах и обмане. С другой стороны, тут есть технологическая игра, и, возможно, игра в спецслужбы, но мы наших зрителей обманывать не будем. Я вам говорил раньше когда-то, что неважно, жив или путь, и жив или мертв Путин. Вот оно абсолютно неважно сегодня. Пока Путина не похоронили в Кремле публично, пока, условно говоря, гроб с Путиным не проехал к Мавзолею или от Мавзолея, в зависимости от политической ситуации в России, пока ничего не поменяется, даже если Путин давно мертв. Руслан, но после смерти Путина, о которой нам рассказал телеграм-канал генерал СВР и Валерий Соловей, ну, произошло немало событий. Это и Дагестан, это и заявление Кадырова по поводу сколько раз необходимо стрелять в воздухе и предупреждать. Это и вот этот соцопрос Левада-центра был опубликован относительно того, что более третий россиян готовы, чтобы Путин закончил эту войну. Там еще Шойгу выступал о том, что мы будем лускать эти в 16 и вообще продолжают российской армии побеждать на фронте. Ну, по поводу того, что исполняют Шойгу, все вполне ожидаемо. Понимаете, по Леваде надо тоже относиться. Левада-центр, ну, это все равно, чтобы, не знаю, в целом, все равно, чтобы в целом провели опрос в Украине. Мы должны понимать, что Левада-центр работает в основном из-за рубежа и, ну, как бы, тут надо к этому относиться осторожно, к опросам Левада-центра. Что касается дестабилизации, меня другое тут удивило, насколько оперативно и в каком составе Путин собрал Совет Безопасности России. Шойгу якобы, якобы, он прервал свой визит, он же находился в Китае и там заявил о том, что мы готовы на реалистичных условиях к переговорам с Украиной и со странами Запада и тут молниеносно возвращается в Пекин и принимает участие вот в этом совещании Путина, где Путин там разрывал, рассказывал, кто там есть, кто мразь, кто не мразь. В таком составе последний раз совещание происходило 21 февраля 2022 года, когда Россия признавала ЛДНР так называемой, независимой. То есть это показывает, насколько российское руководство было взволновано событиями в Дегестане, понимая, наверное, насколько это бьет по репутации, а главное, понимая, что России сегодня очень не нужны осложнения с глобальным евреем, еврейским и израильским лобби. Лобби, которое в значительной мере обеспечивает или даже обеспечивает правильное слово российские торговые маршруты, российские финансовые маршруты функционирования российской экономики. Именно поэтому реакция была такая оперативная, жесткая, попытка максимально всех убедить, что это просто преступники, которых российская власть накажет, а российское государство к этому ни при чем. Хотя, конечно, в любом случае даже эта ситуация показывает, что в части российских регионов как минимум общественное сознание находится на очень архаичном уровне. А в целом вот эти, знаете, еврейские погромы, которые во всем мире, намеки на которые сегодня наблюдаются, где-то там сожгли что-то, где-то там разгромили какой-то магазин, где-то там рисовали свястиками или звездами. Это же не только в Турции проходит или в России, но в Европе тоже. Но в этом же проклятый Запад виноват, в том, что магазины хабят, что аэропорт захватили. Проклятый Запад. Конечно, но все это признаки того, что сознание глобальное многих обществ погружается в психоз и приближается к каким-то очень серьезным войнам и конфликтам. Еврейские погромы всегда характерный признак больших войн и конфликтов. То есть мы таки на пороге грандиозного шухера. с чего мы посвятим. Как рейка в клетке, которую шахтеры в старину брали с собой. Она первая умирала, если газы выделялись в воздух, потому что она очень часто дышит, у нее большой пульс, она первая умирала. Так и вот по меньшинствам, особенно по таким стигматизированным меньшинствам, как еврейское, мы можем наблюдать состояние глобального сознания и оно вызывает огромное опасение. Так, Руслан, я смотрю на время и мне необходимо вас уже отпускать. Огромное вам спасибо за этот прямой эфир, за разговор, за вашу аналитику и выводы. Также благодарны всем нашим зрителям и слушателям, которые присоединились к нашей прямой трансляции. Также поблагодарю тех, кто посмотрит эту программу уже в записи. Украинский политолог Руслан Бортник был сегодня вместе с нами на Политако. Еще раз вам огромное спасибо. Берегите себя и до новых встреч. Всем всего доброго и подпишитесь, пожалуйста, на Политако те, кто еще не подписался. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok